доброго времени суток зритель поздороваемся мы продолжаем зачистку железной крепости и помогает здесь мне фантом луки которого ну я просто призвал сейчас для того чтобы он немножечко облегчил мне прохождение у него это очень неплохо надо признаться получается снова дергаем рычаг и двигаться начнем уже отсюда не будем ходить в ту дверь а там и в общем то все уже видели я решил что пока что не буду забирать от упустил ящерку пока заболтался не буду не буду забирать прям уж все-все клады и что я натворил как я буду выбираться включил лавовые потоки а фантом луки там пока что разбирается со всей нечистью кувыркаюсь купаюсь воде фантом платформу скинул и еще один клад да я решил что так как все самые интересные клады которые можно подобрать в этом месте требует того что пойдем наверх сходим сюда требует того чтобы была хорошая защита от огня который пока что у меня нету так чего происходит где сундук здесь сундук должен быть куда ушел этот парень ладно сходим заберем чтобы здесь не было давай давай лечим лечимся 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 луки отлично пойдем а вот здесь наверное что нам пишут осторожно темный дух осторожно темный дух короче сзади и к нам тут вторгаются ничего собиратель нам тут не уронил спасибо что еще один лжец впереди уж не знаю как лжец но лечимся а очередной раз мы убедились в том что читать подсказки крайне полезно что не будет мимика а жаль большая стрела разрушения и лесенка куда она ведет лезем по ней вот по-моему там наверху будет кое-что интересное это не совсем дорога к боссу но тем не менее зайдем сюда а фемиан простака а еще один а я тут уже клады собираю но луки не лыком шит у нас извини луки что стоял тебя на пути а он стоит и любуется к красивыми видами большая секира черного рыцаря и виды надо признаться действительно красивые луки я в полечил зачем ты ой нет не так не так лечить давай лечимся хорошо сигаем вниз луки подвиньте пожалуйста я шагнул ну или давай ты вперед покажешь мне там как дальше идти нужно а то я не очень хорошо помню если честно а вот туда нужно аккуратно прыгнуть то чтобы не свалиться в огонь немножечко немножечко в огонь чтобы не свалиться и аккуратно проходим а луки что ты натворил куда ты улетел смогу ли я подобрать кольцо золотым змеем но у нас уже есть такое жаль что так получилось с луки но что ж теперь сделать и остался стена тумана и куда это мы таким образом продвинулись черепаха да обычно я заходил к ней да что ж такое почему я зацепить ее никак не могу и что-то уронила панцирные наручи очень хорошо открываем эту жуткую гильотину и по моему зря я не а тот свет зря я в него не сходил с бегаем сейчас и подзаберем там кое-что по моему тоже должно лежать если я правильно помню да что то такое начал говорить про то что не хочу терять много времени и собирать основные клады потому что самые интересные основные клады здесь требует огнеустойчивости а я пока ничего такого вот на ах ты зараза прямо с целую серию он мне выдал придется тратить очередное чудо а так как я не имею продолжаю я все еще свою тираду защиты хорошие от огня то и бог с ним со всем остальным будем потом разбираться а вот там по моему лежит просто дроп с противников соответственно там были олонские рыцари и разве что лук в качестве дропа но в любом случае захочу такой лук приду и на фармлил не будем сейчас за ним возвращаться бежать через эту локацию подвергать себя опасности быть обожженным огнем как здорово что стало так много нпц фантомов игре интересно успели забрать эту штуку и не буду даже пытаться заберу когда потом огня здесь станет поменьше лезем наверх по лесенке и добираемся таким образом до еще одного костра и это ближайший к боссу данной локации костер а где он а где он а где он вот она резинка и вот он собственно костер зажигаем его а также наверху есть рычаг который отключает все огненные ловушки в этом месте следовательно вот теперь можно идти и забирать все что там плохо лежит ну а то что лежит хорошо тоже можно забирать на кону у нас босс и это означает что можно попробовать немножко поменять заклинания что возьмем ну наверное вот такие штуки да и ладно да и достаточно лечение пусть остается или нет стрелять в того босса особо не получится как я подозреваю поэтому берем сияние жизни а кто-то до колокольни добрался поздравляю кто бы ты ни был и белый знак охотница с людьми ахара а снова черепашки что-то набросали панцирный доспех привет охотница за людьми какой-то видок интересный и тут у нас сразу еще и золотой знак лорд люк сегодня у нас а не получилось призывать очень жаль я только хотел сказать что сегодня у нас был луки а теперь еще лорд люк мог бы быть и это была бы серия посвященная различного рода люкам во всех их проявлениях но увы не срослось поэтому топаем дальше а вон там еще море знаков и сам по себе этот босс достаточно такой странный надо признаться вал не пар клирик с таким же колокольчиком как у меня есть а здесь кто у нас во цвай гало синген с очень странным лицом но цвай и пропал ну и ладно вала не пар пускай будет и тоже пропал и что охотница мы с тобой вдвоем остаемся ну и ладно нет так нет упустили сразу множество знаков но я немножко толкну речь босс которым мы сейчас идем достаточно странный для меня был всегда потому что когда я пришел к нему первый раз проходил его один безо всяких фантомов потому что в оригинальном дарке я просто не смог дождаться здесь ни одного знака видимо приходил сюда все таки на мелком на низком уровне см в отличие от того что происходит сейчас и зашел к нему один и как то вот так получилось что с легкостью с ним разобрался даже и вот не понял почему такой легкий босс и зачем вообще босса делать таким легким и что вообще происходит но впоследствии в оригинальном дарке когда я заходил туда другими персонажами при последующих прохождениях я не смог добиться этой легкости больше никогда всегда было крайне тяжело я точно так же ломал голову что происходит был ли это какой то апдейт игры и босса усложнили либо либо мне просто очень сильно повезло в первый раз но как бы то ни было вот сейчас мы стоим перед этим странным боссом заходим туда и я только надеюсь что удастся не слиться давай охотница сияние жизни нам с тобой и пошли и и и и и и и и и так старый железный король и с чего начнём а начнём из того что мы пытаемся скинуть меня плаву босс сложен тем что фиксируется цель на нём именно только вот на его морде бьёт он руками и именно по рукам можно наносить ему урон и вот так вот по морде когда он начинает огнём дышать а и что у меня он меня практически скин он меня не практически он абсолютно точно скинул в пропасть ну что что это начал говорить что первый раз когда я сюда зашел все прошло крайне просто но в этот раз увы не получилось не получилось пробежать его с такой же вот легкостью используем человеческую фигурку благо что большое количество фантомов позволяет накапливать их с очень большей легкостью интересно получится ли снова призвать эту охотницу за человеками самое обидное что я уже прекрасно видел вот что бегу прямо вот до охотницы за человеками видел что бегу прямо в его огненную струю и и все равно почему-то я в нее продолжал бежать а там чего 2 что ли черепашка пошел нет не пошел но и отлично хорошо а приготовились и пошли в этот раз все лучше пойдет я в этом почти уверен где где он ну или и или не очень хорошо все пройдет и опять пытается меня бегаем за угол его огненного дыхания что дышать будешь любить а получил он он охотницу за людьми а на лучи он сбросил охотницу за людьми а я честно говоря рассчитывал что-то я буду так бегать крутить она своим луком будет стрелять и и все получится все пройдет на ура но она оказалась еще большей нубкой чем я и по моему пора бежать за угол лечиться лазерный луч горячий толкуч сбрасывающий в лаву по моему надо вот против этого босса взять какое-то оружие поменьше что этом говорил много у меня человеческих фигурок сейчас мало будет мир может быть человек поможет справиться нубу со страшным боссом до сих пор не могу понять вот как я с ним точнее нет я прекрасно понимаю как я с ним разобрался первый раз босс то не сложный стоишь смотришь на него он бьешь он бьет делаешь перекат потом отлично и от черепахи увернуться не смог потом бьешь ну разве что быстро и оружие легкое подойдет в данном случае лучше чем свой потому что до цвай наносит очень хороший урон но все-таки чувак не тратя стус он тебе пригодится но все-таки быстрое оружие она и пошли быстро оружие она позволяет нанести много ударов соответственно не только я попадаюсь мы все попадаемся охотница ты сейчас опять улетишь в дырку я без стамины я без стамины и он этим воспользовался давайте еще один удар чекам ребята он охотница залепи ему чё там стояла зевала надо было в ловешник ему сразу стрелу мало же жизни у него оставалось но все хорошо что хорошо кончается можно постоять посмотреть на гигантскую корову странное место надо признать железная цитадель но босс пройден и несмотря на все мои мучения здесь а все таки босс не самый сложный мечта окаменевшая и осторожно голова осторожно голова костер впереди но монстр послать солнце послать солнце а про какую голову это не про того босса который мы победили ведение огонь тогда слушай внимательно костер зажжен о чем все эти люди говорят ключ ключ требуется впереди да и здесь у нас вход в еще одно dlc все он врет про приточную стену вот знаю что врет все равно всегда пробую а лес чего лес и так и тогда огонь они намекают что где-то в лесу ключ спрятан от этого dlc хотя позапрошлое если не не ошибает не изменяет память серии был найден у нас ключ от dlc это был ключ от того dlc которая находится за гниющим соответственно если тот ключ находился в непосредственной близости от прохода то я склонен предполагать что вход в это dlc тоже будет находиться в непосредственной близости от этого входа значит где-то здесь как я предполагал в железной цитадели но но это означает что железную цитадель в дальнейшем придется придется защищать достаточно планомерно а здесь мы можем понаблюдать дверь пройти в которую пока что мы не в состоянии но также есть комната где можно оставлять знаки призыва игрокам уже находящимся там в этом dlc и комната где можно еще оставлять знаки игрокам которые находятся да начертанный здесь знак принесем сюда издалека мы же пока пройти туда не можем значит все это будет позже но я думаю что для начала мы пройдем основную сюжетную линию и уже непосредственно перед завершением ее будем бегать по различным dlc а здесь в железной цитадели пока что закончена закладами сюда будем возвращаться отдельно у нас есть еще одна великая душа душа старого железного короля и теперь остается только один путь а именно да а немножко завис завис зависла прогрузка замедлился этот экран и у меня тоже все как будто вот зависло и мысли остановились я начал говорить что остается только двигаться в одном направлении и двигаться в этом направлении мы начнем уже в следующей серии а сейчас зритель тебе спасибо что был на канале оставляй свои комментарии подписывайся и до скорых встреч пока пока пока